МИЛОСТИ ГОСПОДНИЙ ПОЛНА ЗЕМЛЯ Беседа о Третьем Дне Творения «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и доявится суше». И стало так. «И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо». Третий День Творения Третий День Творения начинается с отделения воды от суши. В предыдущие дни Господь производил разделение Света от тьмы. Воды, которая под небесной твердью, от воды, которая над твердью. Все эти божественные действия были призваны к тому, чтобы вывести мир, эту безвидную первоматерию, из состояния хаоса, упорядочить ее. Для большинства мировых религий хаос является абсолютным мировым началом, из которого появляется не только наш мир во всем его многообразии, но и сами боги. Но не таков библейский Бог-творец. Он творит мир из ничего. При этом Он Сам не является частью нашего мира. Он вне Его. До грехопадения первых людей все мировые стихии находились в строгой гармонии между собой и не выходили за те границы, которые определил им Господь. Об этом свидетельствует псалмопевец Давид, прославляя премудрость Творца вдохновенными стихами. Ты поставил землю на твердых основах. Не поколеблется она вовеки и веки. Бездную, как одеянием, покрыл Ты ее. На горах стоят воды. От прещения Твоего бегут они. От глаза грома Твоего быстро уходят. Восходят на горы, нисходят в долины, на место, которое Ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю. Суша, которая возникла из мирового океана, представляла собой единый материк – Пангею. Возможно, распадение Пангеи на современные материки было еще одним творческим разделением, но это произошло гораздо позже Третьего Дня Творения. В этот же период происходит событие, сопоставимое по своему значению и своей загадочности с самым первым творческим актом – творением материи из ничего. Господь творит первую жизнь на земле. Поистине та грань, которая отделяет жизнь, живые, одушевленные существа от неживой материи, подобно разве что грани, отделяющие бытие от небытия. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящая породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его – породу его. Растения, так же, как и неодушевленные мировые стихии, не могут выйти за те границы, границы их рода, которые определил им Господь. Бытописатель различает зелень от травы. Скорее всего, это связано с тем, что еврейское слово «дэше» – «зелень», буквально означающее едва заметную, прозябающую растительность, может означать и простейшие микроскопические формы растительной жизни. Говоря о траве, деревьях и, в особенности, о цветах, нельзя не восхищаться красотой и гармоничностью этого нового творения Божия. Даже Спаситель во время своей земной проповеди призывал своих учеников «Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Третий день творения был еще более чудесным и удивительным, чем первые два. Он посвящен двум отдельным событиям – появлению суши и возникновению растительной жизни. Земля казалась совершенно безжизненной, «Но вот Бог повелел ей произрастить из себя зелень и появились растения». Премудрый Господь словно посеял семена жизни в своих творениях, и по Его повелению они проросли. «И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий». Пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова